Для воспитанников детских домов Курской области и юных железногорцев летние каникулы уже в четвертый раз начинаются со звонких музыкальных нот и ярких впечатлений. В этот раз вся главная городская площадь была отдана в распоряжение детворы. Аквагрим и бесплатное мороженое – это только начало праздника. Как и зажигательное выступление перед юными зрителями железногорского кавер-коллектива так бывает. Создать атмосферу добра и хорошего настроения помогли многочисленные волонтеры – активисты железногорских школ. Главный сюрприз – концерт звезд отечественной поп-музыки. Поколение «Некс» практически наизусть знает хиты групп «Пицца» и «Маяковский», а также певицы Юлианы Карауловой. На несколько часов площадью городской администрации стала танцполом. Организация благотворительных концертов, приуроченных к международному дню защиты детей. Традиционная акция благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». В этом году праздник трансформировали в музыкальный фестиваль. Мы довольны на 100%. Все прошло замечательно. Я считаю, что на высшем уровне. И первая благодарность, и основная, помимо, конечно, фонда, это ребятам-волонтерам. Они сделали такую колоссальную работу. Вообще все, каждый, кто принимал участие в подготовке, они сделали большую работу. Участниками фестиваля стали несколько тысяч мальчишек и девчонок. Впечатления только самые яркие и радостные. Прекрасно. Мы даже не ожидали, что будет настолько все феерично. Очень классно. Настроение? Я в восторге просто. Настроение отлично. Мне очень все нравится. Супер. Все просто суперинтересно. Шикарно. Вообще классно. Круто вообще. Сегодня очень классно. Сегодня очень замечательный день. Сегодня нас поздравляют. Кормили мороженым. Очень замечательные певцы, которые очень хорошо поднимают настроение. Нам очень весело. Настроение просто у всех зашкаливает. Всем все нравится. А волонтерам быть это просто... Это очень круто. Спасибо большое фонду искусственного наука и спорт, чтобы они нам больше помогали и делали подарки. Международный день защиты детей, поколение которому уже давно за 16 вспомнило свои детские мечты и яркие впечатления. Мы много гуляли. Наверное, этим и отличается наше детство. Детство тех, кто подрастает, тех, кто растут с планшетами и всякими штуками внутри. Зимой мы очень любили лазить по сугробам. Вот так вот, вот так проваливаясь, вот так даже проваливаясь. Это было так клево потом. Вытаскивая из сапог снег, это было очень весело. Мокро, холодно, но весело. Я всегда мечтала петь. Я помню, что когда была маленькая, тогда еще были видеокассеты. Я настолько старая. Я смотрела клипы, которые папа записывал на канале MTV, на видеокассеты. И пока родителей не было дома, включала видик, брала мамин лак и прыгала на кровати, родительской опять же. И представляла себе, что это я пою на сцене. Но если честно, для меня это была такая абсолютная мечта. Я никогда не задумывалась всерьез о том, что она может притвориться в реальность. Но случилось. Я помню прекрасно мой первый поход на день города, на большой бесплатный концерт. Я сам родом из города Тулы, по пути из Москвы сюда. И на дне города приезжали дискотека Авария, кто-то еще. Я был маленький. И это, конечно, очень было круто, энергетически классно. И когда сейчас я стою уже в качестве артиста на сцене, вспоминаю те времена, я думаю, вот здорово. Может быть, это сыграло роль. Я рос в деревне, поэтому когда в классе восьмом я попал на концерт «Симфиры» в Большой дворец спорта в городе Челябинске, это областной центр, это в той области, где я родился, это было что-то неимоверное, это впечатлило меня на всю жизнь. И именно тогда я понял, что я должен заниматься музыкой. Артисты поздравили мальчишек и девчонок с праздником, пожелав им счастливого детства. Надо быть настоящими детьми, надо иметь настоящее детство. И опять же, вот как вы говорили, без интернета, максимально. Это надо ездить по горкам, это надо веселиться, играть с палочками. Надо играть вместе. Надо иметь детство. Обить собственные шишки очень важно, чтобы был собственный опыт. И в итоге уже будет легче потом в жизни. Еще учиться нужно. Мне хочется пожелать банального, абсолютно, слушать родителей, потому что родители, это, наверное, единственные люди, которые любят нас больше, чем себя, настолько, что объяснить это и облечь это в слова абсолютно невозможно. И эти люди нам всегда хотят только самого лучшего и добра. Детям хочется пожелать стремления найти свою мечту, осознать ее. Это очень тяжело для ребенка, потому что лет в 25, понимаешь, эх, надо было мечтать об этом. Но тем не менее, нужно мечтать, больше мечтать. И только тогда у тебя будет больше получаться. И не останавливаться ни в коем случае перед своей целью на пути к ней. Ну да, самое главное определиться, а потом работать и работать, и все получится. В завершении фестиваля детвора отпустила в небо воздушные шары, как символ того, что все мечты и желания обязательно сбудутся.